добрый день дорогие друзья и все те кто случайно попал сегодня на мой канал меня зовут наталья и это цветы моей души на улице февраль 19 февраля еще чуть-чуть еще совсем немножко и настанет весна ну практически остается одна неделя меня это безумно радует пусть это будет календарная весна но все равно может знаем что скоро скоро растает снег и мы начнем заниматься своими огородами и своими цветниками сегодня я опять хочу вам показать и рассказать о том что растет данный момент на моих подоконниках и что сегодня я еще решила дополнительно посадить в своем прошлом видео я показывала как у меня растет пеларгония вот такой вот у меня сорт капри отлично она вот прям развивается уже я ее пересадила в такие стаканчики думаю что может быть даже до мая она в этих стаканчиков у меня и простоит хорошо развивается даже я честно и не ожидала что у меня вот с ней так все замечательно получится далее я вам показывала что я высадила хризантем корейскую бархатная осень и уже она у меня распикирована вот она я по два растения посадила в каждую ячейку честно говоря я тоже думаю что хризантема растет достаточно быстро на пакетике был указан с рот срок высадки семян это с 1 февраля я ее посадила 24 января ну на недельку пораньше но растет она в принципе быстро я прям боюсь что уже к середине мая это будет уже огромные кусты ну ладно посмотрим главное что все замечательно растет еще я вам хотела показать остеосперму небо и лед первый раз я высаживаю в этом году этот цветочек посмотрите тоже уже какой он большой у меня он был высажен 11 февраля я посадила по моему всего 7 семян я посадила и вот на данный момент мы видим что взошло уже опять уже большие и 6 10 малышек прорастает 6 из 7 но отличные исходы сажая все только для себя для своего огорода для своей дачи поэтому всего сажая по чуть-чуть еще я дополнительно сажала это вот дельфиню кельфини у меня прям вот радует я вот подписала высадка была у меня дельфиню мы 6 февраля сегодня 19 давно почти ну 13 дней назад две недели так во первых хочу сказать не было никакой стратификации никакой с квалификации я специально это сделала чтобы понять нужно ли это стратификация нужно ли вот это вообще вот ерундистика вот эти танцы с бубнами потому что на самом деле у меня дельфиню шикарно растет в огороде самосилом распространяется почему я решила еще посадить эти семена ну потому что такого дельфиню у меня в огороде нет моем цветничке смотрите вот шикарные до махровые красивенные дельфиниумы я вот решила попробовать действительно смогу ли я их вырастить вот без всяких вот как говорится танцев с бубнами и давайте посмотрим в итоге на результат сажала я по шесть семян от каждого пакетика первый пакетик вот это вот этот дельфинюм клео спринг синий из шести раз два три ну скажем так 50 процентов следующий вот это называется сорт осталат так тоже махровый розовый раз два три вот здесь вот крючочек 4 5 6 вы представляете стопроцентная схожесть из шести все шесть семян зашли и последний это вот этот вот королева гвенерва тоже очень красивый смотрим вот тут ключочек 1 2 3 4 и здесь 5 вот улетел куда-то видимо у меня семечка вот нет одного то есть пять из шести я считаю это очень хороший результат и вот у меня получится теперь сколько 14 новых саженцев но я думаю что я все их выхожу будет все хорошо то есть с этим делом у меня вообще прям радость радостная далее у меня зашли баклажаны сажала 7 семян зашло 5 но мне этого предостаточно мне вообще нужно было 4 вот баклажаны сорт называется сейчас я покажу это вот такой сорт бычий лоб что мне привлекло это что он практически не имеет горечи и имеет вкус грибов я думаю что может быть конечно не грибы грибы но может быть если будет хотя бы отдаленный какой-то привкус будет уже замечательно следующий у меня значит коробочка я сажала дополнительно питунью и вместе с ней посадил еще дополнительно колюс это было 13 недавно года шесть дней назад ну что колюс зашел отлично прям хорошо питунья к сожалению меня очень расстроила вот не хотела я ее брать да вот я говорил что не хочу заниматься с питуней и вот она мне не выдала ни одного семечка ни одного росточка точнее хулиганка ну ладно что делать у меня там есть питунья уже я говорила хотела обратить ваше внимание вот на этот цветок это прям вот особенно мне хочется о нем поговорить сегодня называется он схизантус я уже рассказывала давайте я чуть-чуть заострю все-таки на нем побольше свое внимание никогда этот цветок я раньше у себя не выращивала значит он у меня посеян 4 февраля немножко под вытянулся я подсыпалась на земельку но это из-за того что ему сейчас данный момент требуется естественно больше освещения и пониже температура стоит он у меня на подоконнике там температура вот прям возле самой рамы 18 градусов но меньше пока и сделать никак не могу обратите пожалуйста внимание на то какой это красивый цветок я сейчас ставлю фотографии вы посмотрите действительно прям знаете такая очаровашка схизантус является пышно цветущим растением и выращивается у нас может выращиваться как двулетние растения цветут кустики очень долго до первых сильных морозов во время цветения куст смотрится очень эффектно а все благодаря шикарным цветкам которые могут обладать различным сам экзотическим окрасом цветки бывают окрашены в красный пурпурный белый розовый и желтый цвет помимо этого лепестки зачастую украшают рисунки штрихи и пятна пикировать хизантус нужно когда сформируется не менее трех настоящих листочков не могу сказать что схизантус прям вот совсем простое в выращивании растения да это не бархатцы это не циния но вы знаете вот именно мне кажется что когда мы берем более сложные растения и они у нас расцветают распускаются то мы прям какую-то ощущаем гордость за себя то за свой труд если кто-то хочет высадить пожалуйста поторопитесь потому что он все-таки достаточно долго развивается он не любит проливных дождей и очень жаркой температуры то есть лучше конечно высадить потом в дальнейшем не просто в открытый грунт а например в какой-то кашпу или вы или в горшок и например если дожди будут можно будет его поставить под крону деревьев также можно убрать его если будет жаркие палящие какая-то вот стоять погода жаркое солнце в общем немножечко конечно он к себе требует какого-то дополнительного внимания но мне кажется он своей красотой отблагодарит за то что мы за ним так более тщательно ухаживаем сегодня я планировала посадить вот этот цветочек который называется скорпионится caterpillar про нее я тоже рассказывала уже про эту скорпионится посажу вот в этот стаканчик всего наверное пять семян много я сажать не буду потому что на самом деле очень много растений новинок у меня будет в этом году и также посажу сегодня лук репчатый эксибишен уже я приготовила ложечку с землей и буду высаживать перец сладкий сейчас об этом чуть-чуть поподробнее расскажу я не буду очень подробно показывать все что я тут сейчас буду делать потому что это всем все известно способ у меня обычной самой высадки вот как я кстати сказал что я посажу скорпионится 5 штучек всего тут оказалось 5 семян просто хотела вам показать какие они вот видите такие похожи на маленьких червяков не буду называть конкретно на что это похоже вы сами догадались вот высажу я сюда пять штучек земля уже пролитая горячей водичкой я ее проливала с добавлением фитоспорина вот семена сейчас я присыплю это что касаемо скорпионницы дальше лук эксибишен сажаю первый раз будет он у меня здесь посажем и сюда я посажу перец перец выбрала я в этот раз черный кой и сибиряк очень люблю когда перец большой крупный толстостенный тут толщина стенок написано 8 миллиметров а здесь здесь 6 половина тире 7 с половиной в общем такой толстенький желтого в этом году не сажаем сейчас я это быстренько сделаю посажу а с вами я на этом сегодня прощаюсь говорю вам всем до свидания всем хороших сходов и до встречи в наших садах и огородах